Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» отвечаем на ваши вопросы. Очень мудрый и очень такой вот жизненный вопрос пришел. «Если окружающие, видя мои поступки, мое поведение, приходят иногда к ошибочному мнению обо мне, всегда ли нужно объяснять? И если я объясняю, не является ли это самооправданием?» Очень важный и очень актуальный вопрос, безусловно, потому что, безусловно, чужая душа потемки, и нередко бывает, что мы чьи-то поступки оцениваем пристрастно, оцениваем со своей точки зрения, своей субъективной. И тут очень важно еще обратить внимание на такую закономерность, о чем многие святые отцы церкви обращали внимание, и даже жизненный опыт нам об этом говорит. Если мы к какому-то человеку относимся с симпатией, уважаемый его, если это наш друг или подруга, то, разумеется, в силу как раз симпатии и хороших чувств человека, мы готовы его поступки, даже поступки, может быть, в чем-то недостойные, как-то оправдать. И даже не обращаем, может быть, не замечаем каких-то его недостатков, даже если они явные есть. Напротив же, если человек нам не симпатичен, если мы к нему относимся неуважительно и так далее, может быть, даже имеем какую-то обиду, то даже малый проступок или даже поступок хороший этого человека мы порой можем, и это ни для кого не секрет, дорогие друзья, это очевидно, мы можем трактовать даже добрые мотивы, добрые поступки человека, не симпатичного нам. Готовы трактовать, ну, не в правильном ключе. Ну, вот, что можно здесь посоветовать? Нужно ли объяснять свои поступки? Вот, по крайней мере, преподобный Паисий Святогорец, один из выдающихся подвижников недавнего прошлого, примерно такой вопрос однажды задали ему сёстры монастыря в Сурати, и вот, готовясь к этому ответу, я нашёл вот это его наставление и хочу предложить, дорогие друзья, вашему вниманию. Преподобный Паисий пишет следующее. Если у тебя есть духовная сила, то есть кротость и смирение, то объяснять свои поступки не надо, предоставь всё Богу. И преподобный Паисий приводит здесь пример из книги «Бытия», из 37 главы, 20 стих, первая книга Священного Писания, где повествуется, как братья продали Иосифа Прекрасного, своего родного брата, которого больше любил отец, Иаков, продали измаилитянским купцам, продали в рабство. И прекрасно зная, что он родной брат, он не оправдывался перед этими купцами, и впоследствии сам Бог сказал своё веское слово, потому что Иосиф стал вторым после фараона, и в силу своего положения, все мы хорошо знаем, кто читал книгу «Бытия», вот историю Ветхозаветного Израиля, как во время голода, получается, Иосиф в силу высокого своего, ну, скажем, современного языка административного положения спас весь свой род. И вот преподобный Паисий так и пишет, что Бог обязательно скажет своё слово, но если даже Бог ради твоей пользы и не откроет сразу людям правду, то это тоже будет хорошо, потому что если кто-то поступает с тобой несправедливо, думая о том, что тот человек это делает не по злобе, а просто от того, что всё увидел в таком свете. То есть преподобный Паисий многократно советовал многим людям стараться поступкам ближним находить смягчающие обстоятельства. Если ваши какие-то слова, поступки, какое-то поведение кто-то из ближних трактует неправильно, вы, если вы христианин или христианка, если у вас есть, вот как было сказано выше, ну хоть немножко смирение, кротость, или по крайней мере, вы стремитесь к стяжанию этих добродетелей, хотя вы хотите, чтобы у вас кротость и смирение были, просите об этом Бога ежедневно, в молитвах утренних и вечерних, просите, дай Господи мне кротость и смирение, то вот в любой такой ситуации надо не спешить оправдываться и объясняться. Но есть ситуации, когда действительно человек не просто имеет право, а обязан дать объяснение своим поступкам. И преподобный Паисий говорит, в каких ситуациях. Когда речь идёт о недоразумении, которое касается других людей, тогда человек обязан дать объяснение, чтобы как-то исправить положение дел. То есть, если вы занимаете какое-нибудь положение, у вас есть подчинённые, и неправильно истолковав ваши слова или поступки, могут из-за этого пострадать ваши подчинённые. Не вы лично, а подчинённые. Где честь и достоинство ближних затрагиваются, то здесь человек обязан дать объяснение, объяснение, чтобы вольно или невольно не пострадали его подчинённые от неправильной трактовки его слов и дел. И следующее, в каких ситуациях надо давать объяснение. Когда сам человек слишком чувствителен, имеет некоторую долю эгоизма. Если он не объяснится, его могут не так понять, и это его очень травмирует. В таких случаях предпочтительнее, если он объяснит, что его побудило сделать так или иначе. То есть, ну, есть люди, как вы хорошо знаете, все мы разные, есть люди очень чувствительные, очень близко к сердцу всё принимающие. В такой ситуации лучше действительно объясниться, а дальше уже предоставить всё на волю Божию. И чем, в заключении отвечая на этот вопрос, чем отличается как раз вот объяснение от самооправдания? Самооправдание не приносит душе мира и душевного покоя. Когда человек оправдывается, он теряет благодать Божию. Самооправдание – это как раз такая страсть, такой порог, который преподобный Паисий даже называл изоляционным материалом, который не даёт благодати Божией пребывать в человеческой душе. Самооправдывающийся, он уподобляется дьяволу. Поэтому самооправдание лишает человека душевного мира. А когда человек просто объясняется, смирение просто объясняет, то он имеет в своём сердце мир и покой. Вот примерно как можно ответить на пришедший вопрос. Будьте здравы и Богом хранимы. Субтитры создавал DimaTorzok